Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. В последнее время ничего не хочется, просто лежать и смотреть YouTube. Пишите вы. При этом вы приложили какую-то картинку, не очень понял, что это за картинка и что она означает. Значит, вы пишите, что в последнее время вам ничего не хочется. А если вам не хочется ничего в последнее время, как вы говорите, то я думаю, что у этого, конечно, есть свои причины. Удовольствия вам не хочется в последнее время. А другой вопрос, на мой взгляд, заключается в следующем. Обычно, когда человеку ничего не хочется, обычно, это означает, что его ресурсы на что-то уходят. Значит, наша задача понять, на что уходят ваши ресурсы, куда они уходят и так далее. Но я не думаю, что вы будете спорить с тем, что куда-то они уходят ваши ресурсы. Но куда они уходят? Да, вот это очень важный момент. На что вы их тратите? Лично я думаю, что вы тратите свои ресурсы на требования к себе. Большие. Большие, безграничные требования к себе у вас идут. На мой взгляд, по крайней мере. Просто лежать и смотреть на ютуб. Да, а что смотреть на ютубе? Работаю удаленно, но сейчас работаю все стало плохо. Кем работаете? Чем занимаетесь? Работу совсем не люблю. А как вы не оказались тогда? Если не любите ее. А дело еще в том, что у меня агарофобия. Передвигаюсь я на такси или с мужем. Ну, с агарофобией нужно работать. То есть это страх открытого пространства. Это, получается, стремление к защищенности. Получается, это не доверие себе. Вы себе не доверяете. Учиться себе доверять. Не вижу смысла в своей жизни. Нет мотивации. Так было всегда. Или когда смысл был, и вы его потеряли потом. Вот. Ничего не хочется. Ну, смотрите. Вы здесь говорите, конечно, про... про подавленность, само собой. То есть речь идет про подавленность. Подавленность это история, чаще всего, именно про подавленную злость, обиду, агрессию и так далее. То есть вот... Про это. Эээ... 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 Так, эээ... Значит, хотела стать блогером, и то на одно видео хватило. Эээ... Хотели стать блогером для чего? Эээ... На одно видео хватило какое? То есть как бы, ну, имеется ввиду... Эээ... 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 могу, а что, недалеко-далеко, как это различается, когда начинается далеко и когда начинается недалеко, это очень интересный момент. Есть проблемы с равновесием, уже со временем, то постоянно то в компе, то в телефоне, а с равновесием вы имеете вестибулярную аппаратуру в виду здесь, вот, и есть лишний вес от защиты, лишний вес от защиты, себе перестала нравиться, я думаю, что себе особо никогда не нравилось, как будто проживал свои 35, всю свою жизнь и на 50 подавлю, в данном случае подавлю, детей нет и не хочу, а должны хотеть детей, если появляется маленькая мотивация, она быстро уходит, а как появляется мотивация, как она уходит, давайте поподробнее, работа не приносит удовольствия, да ее скоро не будет, откуда вы знаете, что ее не будет и как относится к тому, что не приносит она удовольствия, то есть, раньше приносила, когда-то было, что приносила, куда двигаться, куда идти, чтобы что, как понять предназначение, предназначение, оно существует, чтобы его понять, страх и разочарование в жизни, все какое-то стало серо, страх чего, а разочарование, разочарование это, конечно, про, ну, ожидание, само собой, то есть, если есть разочарование, значит, есть ожидание, вот, только разочарование, вот, в чем, как бы, особенность, разочарование, скажем так, в чем особенность разочарования в том, что оно болезненно, вот, и боль от разочарования нужно уметь проживать, работу когда-то любила, но то ли выгорело, то ли, но то ли выгорело, чем заниматься и как найти себя, а, ну, это, вот, про найти себя, давайте сначала определимся, что такое найти себя, да, найти себя это как, далее, я на антидепрессантах давно уже лет 10-9, в контексте чего вы на антидепрессантах, с психотерапевтом встречаюсь каждые 3 месяца, для чего, это не терапия, были панические атаки, сбавилась более-менее я в ремиссии, в больнице лежала тоже с неврозом 2 раза, а вы знаете, что такое невроз, ну, вообще, ну, просто, что такое невроз и вот, или невроз это только медицинское что-то, по вашему мнению, восстановилось, а что вы имеете в виду, подвосстановились, восстановились вы имеете в виду все, вы больше не в неврозе, вышла замуж, потом работу нашла, ну, вот, интересно, интересно, вы смогли выйти замуж, примечательно, что вас интересует, точнее, вы выделяете, как бы, здесь, получается, только замужество, вот, это прям очень, очень интересно, очень примечательно, что вы выделяете именно замужество, вот, то есть, вы не выделяете личность мужа, вы не выделяете общее между вами, что есть, а вы не выделяете только то, какой у вас характер взаимоотношений, нет, вы просто говорите, вот, вышел замуж, все, типа, пунктик проставлю, вот, работу нашла, опять же, опять же, такое ощущение, что здесь самое главное, это именно то, что вы нашли работу, то есть просто теперь у меня, говорите вы, есть работа, вот, это, конечно, хорошо, что вы нашли работу, но, вопрос, на мой взгляд, такой, а, насколько осознанно вы это, вы это сделали, то есть, насколько осознанно вы эту работу, эту работу нашли, именно осознанно, или нашли просто, чтоб было, потом в какой-то момент переработала, ушла с одной работы, невыносимо было, начала работать онлайн, а что значит переработали, переработали, это как? Вы пишите, было невыносимо, опять же, невыносимо, это как? Понимаете, человек перерабатывает, когда у него есть проблемы, опять же, с личными границами, работа, то есть, человек, вот, ну, не отделяет человека, ну, в данном случае, да, не отделяет, не отделяет вот работу, вот, например, какой-то другой сферы жизни, допустим, эта сфера жизни может быть личная, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот, поэтому здесь очень важно увидеть, как вы, как вы, вообще говоря, да, вот, все это понимаете, как вы понимаете, что вы переработали, вот, потому что, опять же, если вам это понятно, то, ну, мне, например, нет, вот, ну, далеко не каждый человек, смею вас заверить, далеко не каждый человек, может, вот, признать, признать или, там, например, заметить, что он переработал, вот, ну, потому что это не так легко, на самом деле, как кажется, вот, совсем нелегко увидеть, что ты переработал, вот, поэтому я хочу, чтобы вы определились с этим, тоже, как вы заметили, что вы переработали, вот, как, как, как вы замечаете этот момент, вот, что вы переработали, вот, это очень важно, на мой взгляд, на мой взгляд, по крайней мере, с точки зрения психопсихологии. Дальше, вы говорите, что, там, было невыносимо вам, собственно, на работе, вот, вот, опять же, здесь очень важный момент, что невыносимо в чём, вот, как вы поняли, грубо говоря, что был невыносимо, вот. Дальше, начало работать онлайн. Ну, решение, решение, работать онлайн, оно, как бы сказать, очень, ну, очень хорошее. То есть, я бы сказал, что вы молодец, допустим, что начали работать онлайн, вот. Вот, но мой вопрос заключается немножко в следующем. А вы начали работать онлайн, опять же, чтобы что? Как вы пришли к тому, чтобы работать онлайн? Вот. 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 Чего вы ожидали, например, об работе, ну, об работе онлайн, вот. Какая это была работа? Ну, вот, онлайн, я имею ввиду, да? То есть, вот, ну, если вы её начали, да, если вы вот ей занимались, то что это была за работа такая? Вот. Была ли она вам интересна? Или, ну, или особенно никогда? Никогда. Вот. Устала и выгорела за это время. Что нет сил дальше идти тут. Вы время выгораете. Время вы как-то вот, хватаетесь за работу, да? Судя по всему, с очень большим усердьем. Вы хватаетесь за работу. Это довольно интересный момент. Вот. Что вы хватаетесь в работу. Опять же, есть ощущение, что здесь вы движите, движимы с требованиями, а не с желаниями. Я должна работать. Дальше. Так. Нет сил дальше, возможно, я вошла в депрессию. Но это к врачу надо диагностировать. Так. Я понимаю, жизнь моя надо вылазить из кокона. Ну, что есть кокон? Как вылазить? Для чего вылазить? Эти вопросы нужно рассматривать. Почему-то опустились руки, мучаясь ночная, тут я не понял, просыпаясь 3-4 раза за ночь. Наверное, бессонница. Вот. Ну, руки опустились, потому что вы на себя взваливаете слишком много и проявляетесь чувствам, которые читаете запретами. Как будто выжатый лимон. Да. Ваш слой на что-то тратится? На что? На что? Не знаю, как смотивировать себя. А мотивировать себя не надо. Надо смотреть, что блокирует мотивацию. Состояние постоянного напряжения, страх на будущее, это скорее требование к себе какое-то будущее обеспечить. И страх того, что будущее не такое, каким вы хотите его обеспечить. Так. Я хочу самореализоваться. Это как? Ну, то есть... У вас есть константа. На мой взгляд. Смотрите. У вас есть константа. Я должна самореализоваться. Говорите вы. Это константа. Это константа. То, что вы должны самореализоваться. Почему это константа? Потому что вы требуете этого от себя не особо понимая, как и каким образом вы это будете делать. Самореализовываться я имею ввиду. Вот. Быть независимой и очень хочу наконец-то расслабиться. Ну, вот такое ощущение, что чтобы расслабиться, вам нужно самореализоваться и стать независимым. Тогда вы расслабитесь. Вот. Вот как это связано между собой? Мозг в напряжении. А напряжение от чего? Тело сковано, как будто блокировка на мне. Это что-то мистическое? Или вы здесь только про психологию говорите? Я понимаю надо с чего-то начать, но мысли как ветви дерева расходятся. Радости нет. Начните с психотерапии. Вот просто начните с того, чтобы пойти на психотерапию. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго.